так друзья еще раз здрасте завтра пасха успеваем хоть что-то сделать кто-то может осудить что уже и сейчас нельзя копать землю а сейчас тимоша заработал сколько рублей три сотни за что грядки делал а ты даже не знаешь почему грядки делал под сеянцы их ладно данном случае ты просто это было так сказать попросили а тебе надо же форму поддерживать ваша каникулы смотрим сюда значит сегодня мне не понравилось значит я спросил подошли к саженцу черного греха сверху ты помнишь как ты его садил что ты сказал забыл взял и забыл значит забыл все как мы это самое набрали холм сделали забыл как ты выкопал саженец забыл как ты его посадил обрезал помнишь прибил колья вот тут три года прошло памяти ноль и наконец полил давай начнем с полива и так вот там у нас вон синяя бочка туда стекает вода с крыши как мы называем дождевая а вот это вода вот колодца он синие этот как мы называем колодец на какая лучше дождевая дождевая а почему лучше дождевая отвечаю я дело в том что с неба вода живая капает а из-под земли мертвая как я убедился вот на скромная грядка под эти под овощи зараза была же весна когда ни одной капли дождя начинает саяние снега для снега то не было толком неделя вторая месяц мы уже отсадились уже мая мы все посадили ничего не росло только с неба только с неба и сразу за меня во все а то то того обидно когда смотришь сорняки растут бы здоров а культурное растение имеется виду овощи лук морковка свекла вообще не росла из так пор а у меня наблюдение 40 летние за эти 40 лет я убедился дождевую воду надо экономить беречь собирать и не экономить на чем на посадке так бери лопату вспоминаем все с найти осторожно тут саженец лежит вот видишь чтобы на нее не наступить делаем ямку не трогая что не трогая саму почву почва за эти десятки лет допустим если они трогали так тогда она самая ценная давай делай ямку вот на супном холме смелеет теперь давай так принципе ямка большой не будет почему возьмем руку этот саженец значит чем он отличается от обычных саженцев осторожно не стрях в землю чем она отличается вот это вот был корневой отводок пусть я держу я держу ты у меня же камера был корневой отводок от сливы сливы китайской так значит я с ним пошли вот такие вот побеги самые лучшие четыре побега я взял привил смотри прививку удалось вот тимош смотри удалось прививка да значит зачем нам там все четыре будут в одном месте вот так что мы сделали откопали виде корневого отводка он не имеет центрального корня так но его ценность заключается в том что на нем уже привит супер сорт мы можем этим брезговать специально него мы с косточек выращиваем получается корни вот такие давай-ка мы решил я в мою пересадим вот тут случайно оказалось пустое место саде вот но холм должен сохраняться ну так как земля имеет свойства еще и раз это раз размаживаться давай поле немного сейчас посмотрим как он усадку даст так теперь как видишь там по моему обнажилась подсыпь а скажи пожалуйста допустим вот эти не стали обрывать отрежем их или оставим потому что допустим пересадка жесткая вот землю сохранить не удалось на корнях а если завтра умрет что мы сделаем мы снова вырастим и снова привел ну примеру масса сейчас тут рядом покажу в такой же пример сейчас вот смотри тимош ладно вот видите друзья это была неудачная прививка думаете что еще раз привьем так теперь значит тимоша что остается сделать поймать что мы еще делали за и защитить надо ну вот так скажем колочки надо ну после съемки что ты сделаешь вобьешься двух сторон по колу чтобы не наступить косой не наехать вот сюда так этим ты фактически защитишь этот саменький побег еле живой раз и ну пожалуй все ну чё будем считать что это имени тимофея николаевича саженец ты садил а вот этот товарищ с собой я говорю если бы его забрали в москву тимошка академия дали квартиру дали то он был бы помощником у сергея железовок директором тимошка академии ну типа зам по производству вот и можно было что сделать вот такие саженцы сразу пять тысяч вырастить а это не поверишь это мой суперсот персиковая мичурина правильно сказал слива слива персиковая мичурина так короче коля за тобой но еще не все чтобы был полноценный фильм я только сейчас обратил внимание здесь когда-то была грядка вспомни андрей вы сергея вы тут усадили целый ряд груш груш уже да нет они давно проданы осталось саженец непривитый я его привел получился прекрасный сорт под название сейчас поймешь чем я понял под названием мраморная прекрасный сорт скажи вот я сделал третий этаж пришли ко мне новая сорта груш вот они вот одна прививка смотри пошла умею я смотри зеленая да 2 зеленая живая начинает вот а в прошлом году вот эту сделал вот мне прислал друг под названием красное мясо осталось убедиться все на красное мясо да у меня такой груш никогда не было ладно но и почему я говорю она умрет вот ты можешь пока это это вот андрей скажи было две машины с покупателями один ты сразу снял когда мне пожалуйста сказал я говорю посадить на холм вот так что он сказал я первый раз слышу а то то у меня весь сад сгнил то есть я сказал что гниет основание стамба теперь это очень серьезный фильм смотри сюда разве это по железу на холм видишь гниет а почему здесь было не как не вот так посадка по железу вот она вот это все на холмы садилось да а здесь была грядка получилась случайная ямка что теперь а он прекрасно он зацветает видишь вот цветы вот они и он год-два умрет как умирает по всей россии потому что не могу я отучить человек сегодня на твоих глазах ты слышал сказал что что мы не знали о том что надо садить на холм он очередной сад погубил а теперь приехал к нам зачем за грушами а эти груши самые слабые рядом с абрикосами а ты слушай уши развесите можешь понятно сейчас не до этого а завтра тут будет возможно так вырастил саженцы есть деньги не вырастил значит все денег нет понял да так что ты тоже вникает а вот этот этот народный академик с собой сидит а ты еще извини пока это за три года забыл что представляешь андрей за три года он забыл что мы посадили вот он цветет его черный абрикос я узнаешь он ведь нет а я и фильм снимал о нем и тимоша и фотографию куча так других учим сами забываем и так это невольная ямка что теперь надо делать так ты молчить и машин доделать выкапывать поздно правильно выкапывать поздно надо взять ланту лопату и но склон куда пошел склон куда пошел склон видишь есть надо покопать широкую каналу вот так вот теперь ты заработал уже 30 рублей а еще полтинник заработал 350 копай канал будет 400 извини ты пока у нас какая-то как говорится ну пока нанятый работник извини за такие слова вот тут надо прокопать каналу и тогда гнить не будет да вот где ты стоишь вот тебе показывает академик все пилите в шура гели золотые как сказал незабвенный паниковский все и два кого за тобой тогда будет полтинник вон туда самый низ вот туда давай давай ну а мы че а вы как старики как как-то в армии говорят деды пойдем чай пить на этом позвольте закончить это кино надеюсь я людей не напугал немножко посмешил вот у меня вот это возбудило человек не знал до сих пор я говорю я ему говорю четверть века 21 век начался вот с это 500 статей в газетах из них часть это с фотографиями вот и не хочешь книжки покупать а кстати и уже сколько уже 5 не купил книгу вот так спасибо что напомнил про книгу вот может быть кто-то и правда купит из тех кто слышит этот фильм все эти ваш мы пошли деды пошли до сих пор до сих пор до сих пор до сих пор Продолжение следует...